Друзья мои, добрейшее вам утро всем! Так, как бы начать этот выпуск-то? В общем, смотрите, какая ситуация. Мы приобрели шторы, точнее, гордину. Но она умная гордина. Сама расправляется, заправляется, двигается куда хочешь, короче. Ну, прикольно, с пультом. А и так же может от ОК Гугла работать. А для чего мы её взяли, объясню. У нас есть окно на улицу, и когда мы ложимся спать, мы расправляем шторы. А утром, когда мы просыпаемся, мы их заправляем, шторы. И ещё один момент по поводу влажности. Видите, какие вон проблемки есть. То есть, если шторы оставить закрытыми, то начинает влага, в общем, вот, видите, выделяться по оконам пока ещё. Потому что влажность в доме ещё есть. И мы приняли решение, что нам нужно эти шторы просто перевешать вот сюда, подальше. А для того, чтобы это сделать, собственно, нужно сначала сделать контробрешётку. А чтобы сделать контробрешётку, мы решили поменять пароизоляцию. Объясню, почему где-то что-то мы сделали неправильно. И вот это количество мух, вон то количество мух, оно откуда-то просто приходит сотнями. Ну, это уже мы поменяли несколько раз эти ленты. В общем, откуда-то они прут тоннами, эти мухи. И, скорее всего, из-под пароизоляции. Поэтому хочется сделать сейчас её плотнее. Приобрели... Женя, где эта коробка, которую взяли? Сейчас покажу всё. Оп, сейчас, сейчас, сейчас. Приобрели нормальные технониколевские скотчи. Вот. Взяли настоящую бутилко-учуковую ленту. Стоп, ну всё полетело у меня. Короче, полный ассортимент у нас. Настоящую бутилко-учуковую ленту. Она прям плотненькая такая. Сейчас я её по краям протяну везде. Я не хочу убирать изоспан. Мне он нравится. Пусть он будет. Пусть он остаётся. Но сверху ещё хочу усилить пароизоляцию. Ещё знаете какой момент? Когда какая-то открытие дверей. Или когда открытие окон. То начинает у нас всё это дело парусами такими подниматься. Поэтому хочется что-то поплотнее уже зафиксировать. И уже с нормальными плёнками. То есть, с нормальными скотчами. Вот это простой скотч из строительного магазина. Он весь вон отклеился. Видите? Кстати, друзья, в начале ролика хочу такой момент поднять. Видите, сзади меня телевизора нет. Коммер он, короче. Идите к Новому году, заказали новый телевизор. Потому что им играть в Xbox надо. Телевизора нет. И мы по системе софинансирования с Дедом Морозом решили приобрести телевизор потом. К Новому году. Как-то вот таким образом. Попробуем, не знаю. Для того, чтобы мечта сбылась, друзья, переходите по ссылке на жарковский-мёд.рф. И чем можете помогать? Вам польза, вам здоровья, нам телек. Ну, как-то так. Не сильно алочно выглядит. Все, начиная. Да блин, доча. Доча. Никто из вас дочей женой не называет свою? Я постоянно. Поехали. Ты уже работаешь, да? Да. Так, пользуясь случаем, друзья, пока вот в таком виде у нас все здесь находится. Хочу показать, что никаких у нас подпорок нет. Спим мы вот прям вот так. Давайте в комментарии проголосуем. Если есть желание, чтобы мы эту кровать доделали до Нового года, напишите что-нибудь тогда, и мы это сделаем. И еще можете посоветовать, как лучше ее отделать какой-то конюхой. Женя мне говорит, что никакие кожаные варианты нельзя, потому что кот их сразу подерет. То есть это какая-то ткань должна быть, значит. Ткань типа обивки нашего дивана. Ну, то есть такой вот. Велюр? Ну, не велюр, но вариантов очень много. У нас стулья обиты серой тканью, это не велюр, это просто такая вот негативная ткань. Ну да, может быть. Да, это больше, чтобы упасть вообще. Да отрывай мух тоже. Да там. Там лампочки. Да, да. Да. Скотч 400 рублей за рулон, а, на, держи. Говно, говно. Не, ну он друг другу-то держится. Он просто к стене не держится. Ты посмотри, сколько там мух. Ну, так это липкая лента за 400 рублей называется. Да, да. Для мух. Да. А знаешь, почему он к стене не держится? А, он к стене-то держится, он не держится в ткани. К этой. А я тоже так делаю, только одной рукой. Угу. Ну, ты это можешь? Не, одной рукой могу делать хоть что. Приди. Мусорку из туалета. Так, туалет и мусорка. Крышка там, ага. Не могу, я на видео снимаю, как я без крышки принесу мусорку туалетную. А, ну да. Все, теперь хоп, и крышечка в руках. А содержимое чуть ли не выронил. Чуть ли не выронил на пол. Ну, ленту оторвали, отлично. Сейчас мы сюда бутилкаучук будем клеить, а потом уже фиксировать пленку сверху. Сразу уточнение. Я не говорю, что изоспан плохой. Я просто хочу перестраховаться. Хочу сделать, ну, дополнительную, как бы, защиту. Потому что у нас везде по дому идет альфа-барьер. И этот альфа-барьер у нас, он, ну, прям целлофан целлофаном. И это мне нравится. А вот изоспан он какой-то немножко тканной такой. И хочется просто усилить. Не то, что он там пропускает или что-то такое. Нет, я не берусь судить. Я не против этой пленки, но просто дополнительная защита. Пусть вдвоем работают. Хочу показать. Смотрите. Она вообще просто у липучка двухсторонка. Смотрите, какой силикон. Пенч. Вот сейчас мы ее протянем. Прикольно, да? Она вообще мощная. Ну, та была, это, такой. Так вот, смотри. Самый главный вопрос. Смотри, у нас двусторонняя та, она тоньше, но она есть. И она держит изоспан. Я не хочу отрывать ее, потому что она крепко. Вот прям видно, что она очень крепко держится. Поэтому давай либо эту чуть ниже, либо эту прям по той пленке. Нет, нет, по той не надо. Мало ли, она отойдет. Мы не знаем, как она будет потом все провести. Мы просто делаем. Ну, вот, ну, как. Вот прям под ней. Давай тогда обрезать прям. Обрежем по... По потолку? Всю тканюху. Нет, обрезаем по низу этой ленты, которую мы уже клеили, техно-никольскую. А, типа, что, пусть она просто будет. И потом клеим вот эту чуть ниже. Есть одна проблемка, лезвие у меня туповато. И оно последнее. Попробуем его наточить. По-моему, отлично. Друзья мои, я всегда рассказываю о том, что я использую в своей стройке. Так вот, сегодня вот этот гражданин пополнил мою коллекцию будущей гаражной оснастки. Ссылки на все игрушки, которые я приобретаю, как всегда, в описании под видео. Обрез. Оп. Вот они там порезутся еще, они не обрезутся. Братцы, обнаружили мы целый склад незарегистрированных этих поползновений мух. А вся беда в том, что я просто зафилонил и вот эту часть не запенил. И никак ее не обработал. Вот этот кусок, это уже идет улица. Вот, ошибки молодости называется. Возможно, мухи через это и лезли. Это не точно, потому что на чердаке-то у меня хорошо утеплителем все обработано. Но лучше, конечно, перестраховаться. А дальше везде уже санузел идет. Там уже ничего страшного нет. Так. Так. Замеряю расстояние. От середины балки. От серединки. Для того, чтобы сделать стыковку. 3-100. 3-100 сделаем и все. И отлично. Не могу с вами не поделиться, друзья. Посмотрите, какой закат. И так смеркалось. Подняли 24 досочки наверх. И сейчас я кину с самого края, начиная доски с чередованием. 150 через 150. Так, пробросим их. И потом мы навешаем с вами гордину, которую очень давно уже хочется навешать. Для того, чтобы шторы работали у нас электронно. Слушайте, ну мне нравится. Очень здорово получилось. И вот сейчас к этому потолку у меня вообще нет претензий. Я уверен, что он теперь работает как надо. Как он должен работать на самом деле. Ну, фольга и целлофан. Сейчас еще обрешетку кинем. Контур обрешетку. Не смотрите на ее внешний вид. Мы делаем это только для того, чтобы сейчас просто поддержать все это вместе в одну кучу. Больше никаких задач у нее нет. Что еще могу сказать? То, что она такая оляпистая и некрасивая. Друзья, мы думаем все-таки в дальнейшем натягивать здесь натяжной потолок. И, соответственно, вообще без разницы, какая она будет тут обрешетка. Она потом закроется и спрячется и все. Ее задача сейчас просто прижать фольгу, чтобы ничего нигде не двигалось. На этом, собственно, наши все вопросы закончены. Ну, а для вас это все должно быть интересно только и, наверное, из-за шторы. Потому что реально штора бомбическая. Я вам покажу. Сегодня обязательно до последнего будем работать. Я вам покажу ее. Так, ну что, крепим обрешетку. Держишь середину? Давай. Так, где тут? А, вот сюда. Во, молодец. Теперь давай крайний. Туда по два в край. Потому что у нас там гординка будет. И посильнее затягивай там. Да, вот так. Только немножко еще туда. Угол по 45 делай градус. Давай я сам сейчас. Я говорю, может, посерединке лысенький будет такой потолок. Ага. Вот так. Так, друзья. Но по поводу шторы. По поводу шторы пару слов. Смотрите. Это вот такая вот электронная штукенция, которая работает от вот такого вот мотора. Сейчас я ее повешу, и вы все увидите. Вот это я скручиваю. Переношу его в самый край. Ты сейчас пока ничего не делай. Вот так прикручиваю. И затягиваю. Ровничком. Вот. Чик. Все хорошо. Вот это переносим сюда. Так, решили, что с лазерником будет правильнее. Ставь его на пол. И включай. Вот с торца. Да. Теперь нажимай на кнопочку у него справа. Вот так. И теперь давай выравнивай по гордине. Немножко туда его. Можно еще. Смотри по верху. У меня здесь. Давай, правь. Нам главное, гордину ровно поверь, чтобы она прямая была. Прямо холодно. А чего? Перевяжь. Так, ну у нас, в общем, снизу ничего не видно. Нормально. Шторы, конечно, не хватает, но... Простите меня сюда. 13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24. А мне надо 14 оставить. 10 мне надо убрать, да? Алиса, открой шторы. Слушай, ну круто, да, по-моему? Это дом для ленивых. Теперь Алиса, закрой шторы. Из плюсов могу сказать, первое, у нас конвектор теперь и туда, и сюда. И теперь мы не паримся с тем, что нам надо вставать постоянно, закрывать их, открывать перед тем, как ложиться или вставать по утрам. А так, с утра встаешь, нужно обязательно их закрыть. Вечером ложишься, выключаешь свет, нужно их открыть. Вот, потому что хочется... А сейчас хотя и круче, когда под потолок. А, ну и да, и вот это прям... Так они нас будут. Сцена такая. А, еще знаете, что самое-то крутое, друзьяшки мои, смотрите, что еще? У меня есть приложуха, я теперь такой беру, жик, и шторы начинают открываться. Могу, хоп, остановить их на 55%, или, например, на 70%, или вообще полностью открыть. Вот, могу их закрыть. Так, братцы, никакой рекламы. Вы такие шторы можете найти на любом китайском магазине, если у вас есть желание. Я был рад вас сегодня видеть, мы завтра допинаем наши потолки. И если вам не сложно, напишите, пожалуйста, как вы считаете, чем бы было бы круто эти потолки отделать. Объясню в двух словах мои мысли. Блин, руки все в смоле от сосны. Кстати, пахнет очень классно. Что я хотел у вас спросить? Гипсокартон или натяжные потолки? Просто если гипсокартон, это быстро, это завтра. Если натяжные потолки, то это дорого, и это не завтра. Я больше склоняюсь, наверное, к натяжке. Натяжные, у натяжных плюс есть. Это как нравится. А? Мне нравится, тут прикольный потолок такой. Ну, что деревян. Сейчас этот нравится, деревянный? Ну, так и оставим, у нас лофт-стиль будет. Друзья, все, до скорых встреч. Давайте через минутку с вами прямо в комментариях встречаемся и начинаем обсуждать. Все, всем пока. Рад был вас видеть. Ты тоже что-нибудь скажи. Пока. Нет, мне поцелуй прям в глаз носом. Давай еще раз. Нет, давай, давай как будто. Так, друзья, я был очень вас рад. Друзья, я был рад вас видеть. Все, до скорых встреч. Ты тоже что-нибудь скажи такое. Пока. Пока.